Для начала вспомним основное свойство полупроводникового диода. Если говорить совсем грубо, не выдаваясь тонкие подробности, диод действует как односторонний клапан. Он проводит электрический ток в прямом направлении от анода к катоду и не проводит его в обратном направлении от катода к аноду. Соединим наш диод последовательно с резистором 50 Ом, который будет ограничивать силу тока в прямом направлении и подадим на эту цепочку сигнал синусоидальной формы с амплитудой 5 вольт. Мы видим, что на положительных половинках синусоиды напряжения ток проходит через диод, а на отрицательных половинках ток срезается диодом. Сделаем теперь основной опыт. Подключим диод анодом к плюсу источника, а катод оставим свободным. Если мы подадим на анод напряжение плюс 5 вольт, заряды свободно пройдут через диод в прямом направлении, так что на катоде напряжение тоже будет равно плюс 5 вольт. А теперь выключим источник. Кажется, что положительные заряды не могут уйти с катода на анод через запертый диод, так что напряжение на катоде должно оставаться равным плюс 5 вольт. Чтобы это проверить, возьмем мультиметр в режиме вольтметра и подвесим его измерительный выход на катод, а общий провод соединим с минусом источника. Включаем источник. Вольтметр показывает плюс 5 вольт. Отключаем источник. Показания вольтметра тут же падают до нуля. Но куда же тогда исчезают заряды, которые имелись на катоде? Дело в том, что сопротивление вольтметра, хотя и велико, но не бесконечно. Так что катод вполне мог разрядиться через вольтметр. Впрочем, он мог разрядиться и через диод, ведь обратное сопротивление диода тоже не бесконечно. Чтобы усовершенствовать наш опыт, будем измерять напряжение электрометром с внутренним сопротивлением 10 в 14 степени Ом. И опять, плюс электрометра подсоединим к катоду диода, а минус к минусу источника. Подадим на анод несколько положительных прямоугольных импульсов, длительностью 2 секунды каждый. И что же мы видим? Когда на анод подано плюс 5 вольт, катод тоже заряжается до плюс 5 вольт. А когда напряжение на аноде резко падает до нуля, катод медленно разряжается, примерно за 0,7 секунды. Получается, что диод при обратном подключении ведет себя как своеобразный конденсатор, который разряжается через запертый ПН-переход с высоким сопротивлением. Поменяем подключение диода и подадим прямоугольные импульсы на катод. Теперь время в 0,7 секунды требуется на зарядку диода в обратном направлении, а разряжается он в прямом направлении гораздо быстрее. Емкостные свойства диода должны особенно заметно проявляться на высоких частотах. Подадим на нашу первоначальную сборку из диода и резистора переменное напряжение с частотой 50 кГц, и мы увидим такую картину напряжения и тока. Теперь ток течет по цепи и при отрицательном напряжении на аноде, и при этом он несколько запаздывает по отношению к напряжению, что характерно для конденсатора. Так что для выпрямления высокочастотных сигналов надо использовать специальные высокочастотные диоды, а обычные диоды здесь уже не годятся. И в заключение еще один опыт. Подадим на катод нашего диода постоянное напряжение плюс 5 вольт, и мы видим, что подключенный к аноду вольтметр показывает напряжение плюс 0,9 вольта. Но что это за напряжение? Что показывает вольтметр при таком подключении? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.